всем здравия с вами народная славянская радио в виртуальной студии нахожусь я алексей орлов и михаил яйц здраво будь михаил здраве все здраво всем тем кто нас видит о чем сегодня желаешь поговорить просто сын пришел и спросил молец что такое хорошо сегодня у нас будет выпуск почти это любовь с первого взгляда название передачи ищу мужа или жену а пока там идет заставка пусть люди подумают почему такое странное название вот умеешь же ты михаил поставить добропорядочного человека в позицию очень недопропорядочную почему я должен задавать себе вопрос связанный с этой темой еще мужа или жену не что все равно кто со мной будет муж или жена не потому что у нас мы с тобой такие товарные типы гражданской народности пытаемся название передачи какую-то такую такое название передачи придумать чтобы она угодила и одной половине и второй половине это что пока еще не определилась поэтому такое название на самом деле все просто что большое количество все равно приходит обращение и от представителей и от представительниц женской прекрасной половины человечества не от представительность представители мужской ой и человечество который смысл которых сводится к тому что вот мы соответственно где мне найти спутника или спутницу жизни причем некоторых как говорится попытка то уже не первое и поэтому вот мне все таки в этой передаче с тобой хочется обсудить чтобы мы с тобой затронули темы которые по моему самое важное а это именно когда ты хочешь кого-то найти то первую очередь ты посмотри как товарищ на себя как говорят по хочешь найти себе богиню тогда будь добрый становись богом ну вот про это примерно ну ладненько как ты себе это все представляешь мы представляю я себе по примере своей жизни буду немножко тут как-то каяться своей неблаговидной жизни что я сразу не угадал и это бога шишки набивал и потом хоть ни один бородатый дядька подсказал и даже кино подсказал сразу это ничего не понимал к чему это все теперь я попробую вот эти по исходя из набитых шишек обобщить то есть получается какая ситуация когда мы подросли там природа потребовала то в современном обществе часто бывает так что первый наш семейный союз он оказывается недолгим или даже если он и долго то там возникает разногласия почему не возникает мы вы можете ознакомиться прослушать нашу передачу семейный союз и варновая совместимость где как раз будет показано вкратце рассказано чему такое дело происходит но вот дальше то если такое дело произошло то почему то когда ну так сказать происходит раз разрыв окончательная пара расходится то при попытке создать новую пару мы как-то многие не начинаем осмыслять а что же мы до этого сделали не так чтобы в новой ситуации не повторить предыдущих ошибок и как бы вот этот момент мне бы хотелось чтобы ты тоже затронула светил так нужно анализировать так нужно все-таки выбирать потому что по большому счету мало людей которые рядом с тобой который скажут вот там у тебя такой такая товар на какое-то предназначение вот этот тебе человек подходит у него предназначение с твоим согласуется и надо как-то самим это этого человека найти а самое главное бывает прежде чем кого-то найти сначала с собой довольно таки размытый на мой взгляд вопрос почему потому что все о чем ты говорил здесь мы уже с тобой рассматривали ты сам же привел передачу про варновость и совместительство совмещение этих варн поэтому что здесь добавить и но есть записанные вебинары которые рассказывают о том как познать себя как избавиться от чего-то мешающего как двигаться дальше это и родоварить как жить без страхов это управление судьбой и даже проводился пробный семинар в москве по варнам и в общем-то все это было сказано ты хочешь какого-то уточнения от меня либо что-то нового я бы хотел чтобы ты вот именно ну как сказать в сжатом виде пояснил всем нам что какой ты внутри как бы ты красиво себя не маскировал снаружи вот такого ты получишь соответственно индивида к себе в семейный союз или семейный брак вот и не меняя себя изнутри даже прослушав много всяких семинар посмотреть много интересных фильмов но если ты на уровне информации это просто в одну уху влетела другое вылетело и даже ты там на бумажке там что-то записал какую-то а внутри это не пройдено не проработано то вот будет ли в этом толку или все-таки нет по сути ты сам уже все сказал здесь можно только рассказать сказку про зайца который себе искал супругу да расскажи а я стишок про это знаю стишок ну давай расскажи стишок тогда начнем тогда стирка зайчик города шел по лесу вел зайчишку как принцессу верхушек длинных ушек зайчик был в нее влюблен только как признаться в это в этом все не мог придумать он ну конечно зайка знал что в пути молчать неловко просто слова он искал а когда нашел сказал ты такая ты такая ты такая как морковка замечательно ну так вот заяц как-то решил найти себе вторую половину супружницу но он задумался о том чтобы она была очень красиво чтобы она была стройна чтобы она была на зависть всем остальным чтобы 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 вот этих чтобы он туда очень много добавил ну и пошел по лесу искать встретил лису попытался с ней взаимодействовать но еле-еле ноги от нее унес а пытался взаимодействовать почему потому что у нее шубка хорошая красивая она хитрая с ней не пропадешь но вот сам чуть был не пропал потом встретил волчицу но думает она живут гоняет всех остальных она живут такая свирепая защитит меня случай чего тоже еле оттуда ноги унес потом встретился с медведицей но опять же не сошелся чуть было бы не раздавил когда с собой берлогу затащила и вот так вот он несчастный мотался от одного зверя к другому зверю то язык не подойдет то взгляды на жизнь разные конечном итоге приютил его за чиха 1 и вот тут-то когда они сидели вместе он понял вот оно счастье и понимает она меня и близко она мне и я ее понимаю оттуда зайчатки подоспели есть такая русская поговорка с волками жить по волчьи выть вот если вы не можете по волчьи выть то тогда к вам вам смысла идти нет если вы хотите донести до кого-то информацию тогда применять тот язык который известен тем до кого информацию будете доносить то же самое в жизни если у вас разные понятия разные языки если разные представления какой бы ни был человек тот с которым вы хотите построить жизнь ничего не получится если у вас разные представления об этой жизни если у вас разные стремления если у вас разные предназначения потому что есть предназначение человека как сущности есть предназначение человека как продолжитель своего рода, есть предназначение человека как индивидуума. Вот все эти факторы, когда вы вместе складываете, когда эти все составляющие воедино слагаются, то тогда вы понимаете ваше общее предназначение и конву вашей жизни, как вам жить. И исходя из этого, вы себе ищете и попутчиков, и помощников, и тех, с кем рядом будете взаимодействовать, как уже сам помощник и попутчик. И вот тут как раз, исходя из высших целей, из того, что вам нужно по роду, исходя из того, кем вы являетесь с точки зрения физического объекта в этом мире, обязательно появится тот или та, который единственна на все времена. Но если вы это не учитываете, а смотрите только на физиологию, о чем мы говорили очень подробно в одной из передач, вас обязательно будет ждать неприятности в вашей жизни, неприятные явления. И тогда вроде бы все сначала хорошо, и свадьба яркая и красивая. Кстати, зачем свадьба нужна, многие мне так и не могут ответить. Это отдельный вопрос, который можно будет рассмотреть в одной из наших передач. И вроде бы все замечательно хорошо, до поры до времени, а потом начинается разногласие. Мы уже об этом говорили, поэтому повторять не хочется. Всегда задавайте себе вопрос, чтобы познать себя, кто я в этой жизни. На каком основании? Ну первое, для чего предназначено мое физическое тело? Какое оно, это физическое тело? Ну кто я? Бегу на длинные дистанции? Тяжелоатлет? Шахматист? Кто я? Исходя из того, что вы познали, как устроено ваше тело, вы будете познавать, для чего это тело в этой жизни. Теперь разберитесь, а какие стремления у вас в этой жизни? Ну вот предназначение тела вы поняли, это инструмент. А где этот инструмент теперь может проявить себя? В каком направлении? И тогда вам будет понятно то, что называется социальная среда. Куда вам двигаться? Какая профессия для вашего инструмента подходит? Потому что, например, вы можете быть долотом, который для камня предназначен, либо долотом, который предназначен там еще для чего-то, вырубать металл. А может быть это какой-то, там другой инструмент, который по дереву хорошо. Но формы похожие. Там уровень, угол заточки отличается, что-то еще, там может быть составляющий материал. Ну примерно похоже. Но исходя из тонкости, вы поймете туда, туда или туда вам надо. После этого нужно уже понимать, оно будет само собой уже подтягиваться, а что дальше делать? Ну хорошо, инструмент вы свои проявили. Вы можете хлебушек себе на жизнь добывать. А дальше что? Ведь если вы знаете главную цель, то в этом случае тогда и маршрут прокладывается к этой цели, и вот эти узловые точки, взрастить тело, понять свою профессию, свое предназначение в жизни, тоже будут образовываться. Но следующий-то путь, вернее, следующая точка на этом пути, это уже ваша семья, это продолжение рода. И вот если вы открыты этому миру, поняли свое предназначение, то обязательно притянется та единственная или тот единственный, которые будут вам близки и по духу, и по душе, и сущностные взгляды будут одинаковые, и устремления будут похожи, и тогда у вас будет все хорошо. Но обязательно будут соблазны в этом мире, проверяющие, вы осознали себя, либо не осознали. И где-то нужно проявить здравомыслие с точки зрения ума, вот мне это выгодно, я должен это делать. А где-то нужно идти от божественного, где ум не сможет ничего понять, просто надо доверяться. Где-то нужно проявить здравомыслие, где и божественное, и от ума сложить вместе, обратиться к предкам, обратиться к нашей культуре, к нашей древности, к нашим знаниям. А где-то уже проявить себя, как сосуд, который впитал и божественное, и то, что умом можно понять, то, что у вас уже заложено, как физического тела, и то, что от предков пришло. Ведь проявить себя все равно придется. Вы же не можете жить только как ум, вычислительная машина, которую кто-то программа закладывает. Либо только с точки зрения божественного, не проявляя себя. Либо только идти по тому наследию, которые сделали ваши предки шаг в шаг. Вы же другой. Да, надо брать за основу то, что ваши предки дали вам. Но шаг в шаг не получится пройти. Там были другие условия. Там были другие тела. Там было все иначе. Поэтому повторить шаг в шаг не получится. Вы себя поставите в жесткие рамки. Взять основы бытия наших предков надо. Культурное наследие. Понимание устройства этого мира. Ведание этого мира. Но шаг в шаг невозможно пройти. А у нас часто начинают люди повторять именно вот так он делал и так я буду делать. Но, друзья, если тогда было похолодание и человек ходил в шубе и зимой и летом, а сейчас у вас потепление идет, вы не сможете ходить зимой и летом в шубе. Просто спрейте. Невозможно повторить шаг в шаг то, что делали ваши предки. А культуру можно взять. Поэтому все равно, так или иначе, взяв и то, что от мозга, от вашего тела, и то, что от ваших предков, и то, что свыше, вы будете обязаны проявить себя в мире. Но к человеку, который рядом с вами будет, надо относиться точно так же. Надо брать за понимание не то, какой он внешностью. Не только то, кто у него были предки. Не только то, что ему дано свыше. А как он это сумел все объединить. Предназначение его. Вот этой мудрости часто нам в молодости не хватает. Потому что в молодости гормоны играют, хочешь себя проявить. И многие наступают на одни и те же грабли. Очень много людей, которые хватаются за внешние признаки, которые им показались выгодными. Или может мозг был затуманен красотой, либо гормонами, или чем-то еще. А потом жизнь начинается. Краски смываются с лица. И вы видите обыкновенного человека. Другого пола. Со своими прихотями. Со своими какими-то требованиями к вам, к жизни. А почему раньше-то не увидели? А потому что воспринимали человека нецельно. Вы себя нецельно воспринимали. Вы жизнь нецельно воспринимали. Это я сейчас говорю взрослым людям, для того, чтобы вы помогли своим детям, которые еще, может быть, даже не родились. Это понять. Чтобы им помочь избежать тех граблей, на которые вы наступили сами, на которые мы постоянно наступаем. Передавайте мудрость свою. Помогайте детям своим стать мудрее. Вот какая наша задача. К сожалению, мы уже наделали столько ошибок, что вылезти порой из этого объема тяжести мы не можем. Но хотя бы помогите ребенку вылезти из этого. Не внедряйте его сюда, в эту дрянь. Дайте ему лучшее, а не свою глупость. Поэтому выбирать надо таким образом, чтобы учитывать цельность человека как себя, так и того, с кем вы собираетесь взаимодействовать. И выбирать не с точки зрения выгоды мозга, и не с точки зрения сердца подсказала, а с точки зрения чего-то большего, цельного, где есть и мозг, и сердце, и божественная сущность. Попытайтесь вот с этой точки зрения посмотреть. А для этого необходимо обучать себя, обучать себя. Не просто слушать какие-то речи, а применять их в жизни. Делать над собой усилия. Об этом мы уже очень много программ сняли. Различных практик поднадавали. Если вы не захотите учиться, то обязательно вы будете просто умником, повторяющим умные слова, но при этом будете полным, неадекватным в этой жизни. Потому что через вашу мудрость вами будут управлять. Мудрость в кавычках. Мудрые слова, которые повторяете. Через вашу умудренность, умнозакрученность. Не умничайте. Оживите. Живите мудро. А для этого нужно усилие над собой делать. Перевоспитывать свое тело. Изменять привычки. Вы же человек, вы не животное. Вы можете изменить свои привычки. Вы можете изменять условные рефлексы. Главное понять, кто вы. Кто перед вами. И мы давали много-много уже знаний различных. И славяно-русскую варновость. И детскость. И практики. И какие-то представления. Берите на вооружение. Становитесь человеком. Ведь человеком это быть очень хорошо. Примерно так. Спасибо, Алексей. Развеши раскланяться. То, что приходит через тебя, конечно, я уверен, поможет многим. Благодарю тебе. Благодарю Богам нашим светлым предкам нашим славным. За эту беседу. Благодарю, Михаил, что поднимаешь эти интересные вопросы. Благодарю всех тех, кто пишет нам на радио. В чате народно-славянского радио. Славрадио.орг или в нашем канале в ютубе. youtube.com.славрадио. Пишите. Делитесь своими мыслями, рассуждениями. И самое главное. Не делайте ни с кого кумира. Не делайте из кого-то божества или гуру. У вас все это есть. Помните, человек, встречающийся на вашем пути, может быть учителем на какой-то стадии. Может быть наставником, который поможет вам найти путь. Но путь придется пройти вам. Я могу вам дать какой-то ключик. Кто-то другой может дать ключик. Но дверь открывать этим ключиком придется вам. Замочек попасть ключиком придется вам. Даже я могу подсказать, в какую сторону идти. Где-то дверь, где-то замочек. Кто-то другой может подсказать. Но все равно вы будете открывать эту дверь. Все равно вы туда будете проходить. А не я, а не кто-то другой. Но в чужих закорках к Богу не взлезть, не взойти. Своими ножками. И смотрите, если кто-то вас привязывает к себе, знайте, это не ваш учитель. Это не ваш наставник. Это упырь, который вас использует в своих очень неблагих целях. А вы, доверяясь Ему, думаете, что Он спасет вас. Нет. Он вас использует. Он тешит свое тщеславие. Он живет в амбициях. И поэтому вы для Него просто разменная монета. Настоящий учитель к себе не привязывает. Он вас научил и отпускает в мир. В мир настоящий наставник вас к себе не привязывает. Он наставил на путь истинный. Подсказал. И с богами. Следуйте дальше сами. На семья с вами прощаюсь. Напоминаю, вас слушали Народное славянское радио. В виртуальном студии находился я, Алексей Орлов, Михаил Ять. До новых встреч, друзья мои. Увидимся и услышимся. Будь добры. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok